И я с удовольствием передаю слово модератору этой сессии, это руководитель направления виртуальная и дополненная реальность технологии геймификации IT-кластера фонда Сколкова, Алексей Калинчук. Спасибо за столь яркое представление. Ну что же, друзья, не только об этом, но и о том, как небритость людей, соответственно, влияет на лайкоемкость процессов, мы сегодня поговорим. Конечно, это краткая шутка, просто для того, чтобы вас раскачать. Друзья, что я хочу сказать? Очевидно, что все мы уже давно живем в виртуальном мире. Мы пытаемся как-то сопротивляться этому, но сессии в телефоне длятся уже зачастую по 6, а то и 8 часов у кого-то. Данная сессия проходит как в оффлайн формате, так и в онлайн формате. Мы все здесь живем. Безусловно, нашу голову в этот нелегкий год свалилась пандемия. И не только те, кто имеет отношение к виртуальной или дополненной реальности, с этим всем столкнулись, но и огромное количество разных бизнесов. И как же пандемия повлияла на бизнесы, на разработчиков, на нашу жизнь, какие ожидания в целом у нас относительно будущего и этих технологий, сегодня мы и поговорим. С нами сегодня великолепные спикеры. Я кратко представлю перед тем, как мы начнем и пойдем дальше. С нами Чарли Финк, наш гость из другого побережья через океан. Чарли – известный эксперт в сфере XR технологий. С нами Андрей Дребедько, основатель и руководитель проекта Sketch.r. Андрей, привет. С нами Екатерина Филатова, вот уже гибрид из океана в студию в Сколково. Екатерина – председатель, руководитель ассоциации дополненной виртуальной реальности, Avro. С нами Владимир Стишкин. Это представитель корпорации сегодня. Владимир – руководитель Центра компетенции RVR «Газпромнефть». Возможно, Владимир, я немножко исковеркал твою позицию, ты меня поправишь. Центр технологий, Алексей Павлович. Центр технологий, да. С нами Александр Кичев. Александр. Он только что со съемок фильма «Ready Player One», очевидно. Александр – эксперт в сфере виртуальной дополненной реальности. Такой один из менторов, консультантов большого количества проектов в России. И он сам об этом попозже расскажет. С нами Виталий Степанов, директор компании Warwin в России. Правильно ли я представил тебя, Виталий? Ну, практически. Виталий – один из самых боевых, мне кажется, бизнес-девелопер-менеджеров в России в части VR. Человек, который затащил большое количество пилотных решений. И, собственно, с вами я, Алексей Калинчук. Меня уже ранее представляли. Я директор по акселерации AR-VR технологий в фонде Сколково. Помогаю корпорациям и стартапам находить друг друга в этой части. И, как водится, по старой российской традиции, первое слово всегда дают умному человеку, у которого есть глобальное видение, зарубежное видение. И именно поэтому я хотел бы спросить нашего эксперта Чарли Финка. Чарли, на связи. О том… Спасибо большое. О том, какие же тренды сейчас, Чарли, ты видишь на глобальном уровне, как поменялось поведение пользователей за пандемию в разрезе виртуальной дополненной реальности. И что сейчас вообще в актуальной повестке в США на глобальном уровне? Что ты видишь? Если бы меня спросили год назад, я бы сказал, что одно из главных препятствий, которые сегодня существуют для развития технологии VR, что не было предложений с точки зрения ценности для пользователей. Люди не понимали, для чего это нужно. Они только рассматривали это как игру. Я бы пытался определить, какие существуют технологии. Да, на самом деле есть возможность присутствовать, присутствуя в тех местах, где вы не можете быть физически. И, конечно, у людей была возможность путешествовать, вы могли бы находиться, где вы хотели. Но на самом деле мир изменился, и мы это видим. Когда мы говорим «присутствие», люди уже понимают, о чём идёт речь, потому что у нас нет возможности перемещаться. То, что раньше было для нас тем, что мы принимали как само собой разумеющееся, мы могли абсолютно свободно передвигаться. А сегодня есть инструменты, которые позволяют вам находиться там, где вы не можете быть физически. И сейчас это активно используются. Это может быть для развлечения, для работы и для образования. И, конечно, проведение разных моделей обучения. В США, например, сейчас очень актуально, потому что нужно проводить необходимые тренинги, в особенности в той ситуации, когда мы должны на самом деле быть вместе, но при этом быть физически отдельно друг от друга. Чарли, спасибо. Вы знаете, есть очень знаменитая пословица. Говорят, давайте сражайтесь с той армией, которая у вас есть, а не с тем, что вы хотите видеть в будущем. Поэтому, да, на самом деле, VR сейчас, может быть, не так активно используется. Да, есть те технологии, которые используются, но они не настолько иногда хороши. Есть некоторые технологии, которые находятся только на ранних путях развития. Например, если мы говорим про образование. Почему, например, мы спрашиваем, почему в образовании не происходит такого быстрого развития? Поэтому, на самом деле, не было необходимых инструментов. Например, в школах нет таких смартфонов, которые могут быть использованы. Да, есть компьютеры, которые абсолютно активно используются сейчас. Они есть у всех дома. Да, мы видим, что было развитие в протяжении 25 лет, как произошло такое развитие. 25 лет назад Apple представила компьютер, а сейчас мы видим это во всех домохозяйствах. И я думаю, что когда мы говорим про XR-технологии, про VR, или, например, про то, что мы будем говорить, как это будет развиваться, это будет происходить так же, как компьютеры. После того, как появляется технология, я думаю, что через 10 лет это будет повсеместно. Спасибо. Коллеги, у нас сессия в формате комментариев, вопросов, ответов. Я об этом ранее не сказал. В принципе, все спикеры в курсе. Также вы можете задавать вопросы в чате стрима для того, чтобы вы могли на них реагировать. Я бы хотел относительно образования кратко спросить комментариев со стороны Виталия Степанова и Александра Лукичева. Как вы видите с точки зрения именно вопросов к международной повестке? Что могло отличаться? Какие могли быть вопросы у вас? Александр? Да, привет. Наверное, сначала взрослые мудрые отвечают по правилам нас. Александр? Давайте я, наверное, начну. На самом деле, динамика внедрения VR в образовательные истории, она началась достаточно давно. И, наверное, своего активного пика достигла за последний год. Но пандемия, как известно, внесла свои коррективы, потому что мы всегда должны смотреть на использование гарнитурное, использование технологии, как в большинстве своем, оффлайн-решение, которое расположено непосредственно в учебных местах. И поэтому пандемия внесла такие коррективы, то что наличие шлемов дома, наличие такого объема интерфейса взаимодействия в руках учеников, оно, конечно же, отсутствует на фоне владения планшетами, персональными компьютерами для проведения дистанционных уроков. Поэтому небольшой такой стоп-фактор получился в виде того, чтобы мы не были готовы к тому, что пандемия отрежет этот ход развития. Но динамика развития контента самого, то есть образовательных решений, которые заточены для того, чтобы успешно использоваться, например, это опыт китайских коллег и одно из направлений HTC, Education, E-DU, которые отпилотировались удачно в Китае и показали, насколько технология позволяет экономить человеческие ресурсы в виде компетентных специалистов, и насколько широко покрытие ввиду пилотирования 5G-сетей, доставки контента, трансфера данных. Поэтому перспективы очень большие. Я думаю, что пандемия научит нас тому, как реагировать на вот эти стоп-факторы, на эти блокирующие элементы, и адаптироваться, и выйти, скажем, с новыми решениями, и, возможно, дать стимул тому, чтобы нужность наличия самой гарнитуры дома, вот как устройство, не воспринималось ни родителями, ни теми, кто эту гарнитуру доставляет, только лишь как устройство для развлечения. Чтобы это стало действительно мультифункциональным устройством, которое займет свое... Александр, спасибо, да, емкий комментарий. Виталий. После Саши сложно продолжать. Но я подсвечу еще одну историю, что вся эта ситуация, она показала то, что мало контента. То есть он был, за ним никто не бежал, его заказывали, но все это было не так масштабно. На сегодняшний день этот дефицит контента, он вырос. Сейчас оборудование есть, его надо юзать, но мало контента. И мы поймали такую тенденцию, что школьники готовы сами учиться делать этот контент. И плюс вся история с переходом в онлайн еще подстегнула и преподавателей больше осваивать современные IT-инструменты. И некоторые скептики перешли все-таки на наше поле VR-щиков и теперь более лояльны. Вот такие тенденции еще. Спасибо, Виталий. Я подытожу кратко, что очевидно, есть проблема доставки, возможно, или просто наличие устройства у конечных пользователей. Чарли, в России огромное количество учеников перешло на удаленное обучение, но они не учатся в VR, к сожалению. Второй вопрос, что все же контент, также вопрос номер два. То есть и, возможно, ученики готовы создавать. Вот, Чарли, на ваш глобальный взгляд, как вообще эти проблемы могли быть решены? Какие здесь есть точки роста? Я думаю, что мы видим различные университеты, институты, они создают программы обучения в VR. Как я уже сказал, у нас очень мало людей, у которых есть на самом деле оборудование для VR. И на самом деле у нас часто это обеспечено именно институтами. Эти инструкторы, они могут дать необходимое оборудование, и они могут показать, что они будут учить. Но на самом деле нет такого развитого программы. Например, если, например, математик в школе, я могу сказать, ага, это я могу сделать VR, потому что сейчас они должны сами создавать контент, они должны создавать это в таких условиях, когда у людей нет равного доступа к технологиям. И на самом деле это начальная стадия развития. Когда мы говорим про медицину, когда мы говорим про образование, это те, на самом деле, сферы, где есть профессионалы, которые обладают знаниями, но с точки зрения институционного подхода очень тяжело внедрять новые технологии в этих сферах. Например, в США, да, кто будет платить за это? Это одна из проблем в США. Такой вопрос мы задаем. В образовании, например, должна быть демократичность, должен быть равный доступ у всех студентов. И мы говорим про вызовы, которые сегодня существуют, эти вызовы, которые вызваны пандемией. Как мы будем делиться образованием, например, когда мы говорим про лаборатории компьютеров, как вы делаете этот прогресс, и насколько безопасно использование этих лабораторий, насколько мы должны постоянно обрабатывать это оборудование. Например, если один человек использует это оборудование, как мы будем обеззараживать, и эти технологии будут использоваться в школе, и как мы обезопасим наших студентов в такой ситуации пандемии, которую мы видим сегодня. Чарли, да, спасибо большое. Действительно, я добавлю от себя, что сейчас во многом виртуальной реальности, например, в образовании, вот раз мы эту тему уже начали затрагивать, похоже на вот те первые компьютерные классы, которые начинали появляться в школах, по крайней мере в России, когда технология была еще недоступна и по цене, и по степени владения ей для конфигурации массовому пользователю. Сейчас же компьютер там есть практически в каждом доме. Но что важно, и я буду переходить плавно к следующему спикеру, уже точно у каждого есть смартфон. И уже точно большому количеству людей доступен так называемый AR в мобильном телефоне, это полная реальность через смартфон. И среди наших спикеров есть человек, который прошел достаточно большой путь не только с телефонами, но и с устройствами, и с гарнитурами, и с чем только он сам расскажет. В общем, художник, который сделал стартап, для меня уже само это удивительно, Андрей Дробитько. Андрей, станет ли AR в каком-нибудь виде выходом и, может быть, драйвером вот этих проблем, которые мы сейчас видим с виртуальной реальностью? Все хотят, но как бы вот есть барьеры. Будет ли это точка роста, популяризация всего стека AR-VR технологий? Что ты об этом думаешь? Да, Алексей, привет. Приветствую, коллега, участников форума. На самом деле, влияние пандемии, я бы разделил, влияние пандемии на развитие AR-VR, я бы разделил на две части, на две составляющие. Первый – это какой эффект мы получили в моменте. То есть в продуктовом плане все развлекательные, образовательные проекты выросли, так как люди стали искать, чем можно заняться полезным, если все фильмы пересмотрены. В частности, мы выросли, как мобильное приложение выросли в три раза. Но важный момент всего этого, на самом деле, что большинство этих пользователей, они уходят, так как, по сути, они просто искали что-то, что их может развлечь, так как в любом случае мы понимаем, что находимся на начальном этапе развития всей индустрии, когда забрать полностью все внимание пользователя пока что сложно только дополнной реальностью или виртуальной реальностью. Но в любом случае такая волна интереса к продукту, любому продукту, всегда хорошо. Второй фактор – я бы выделил, что нам это даст в будущем. Та стратегия, о которой каждый из нас, как разработчик, конечно же, думает, и к чему это может привести. И хотел бы как раз на втором факторе, более стратегическом, заострить внимание. Разрешите показать вам на слайдах, что я имею в виду. Так, и к чему для нас это важно? Собственно, эта пандемия, как несколько этих активных месяцев, для нас обернулись с очень интересным открытием. Дело в том, что с прошлого года мы разрабатывали систему рекомендаций по развитию творческих способностей, исходя из данных из приложений, из скетчар, которые мы брали. И какие данные? Это оценка качества нарисованного контента, насколько он соответствует оригиналу, который мы показываем пользователю, и даже оценивали положение рук. Так вот, с ростом в период пандемии мы получили большое, очень большое количество данных, которые в обычном режиме мы получили бы за весь 2020 год. Также стоит отметить, что с подачи одного крупного европейского производителя художественных материалов мы поняли, что технологию, которую мы разработали, потенциально можно применять в предсказании, отклонении в развитии у детей. Так вот, в нашем случае, конечно же, если оценивать то, как пандемия сыграла для нас, мы оценивали это как некий промежуточный этап для сбора важной информации, для сбора важных составляющих, для того, чтобы сделать вот этот конечный продукт, когда выйдут очки до полной реальности, которые будут носить все каждый день. И если подытожить, конечно же, пандемия – это хороший шаг для того, чтобы развить и понять, куда идти нам, и куда мы попадем в ближайшем будущем. И мое мнение, что пандемия – это положительный момент с точки зрения развития индустрии в целом, как до полной, так и виртуальной реальности, и даже искусственного интеллекта. Вот, это мое мнение. Андрей, ну, очевидно, ты один из тех, и тем ты интересен, бенефициаров пандемии, который получил рост приложения, вот SketchR. Поясню, что SketchR – это приложение для обучения рисованию. Возможно, ты меня скорректируешь. Обучение рисованию, где вы можете просто одной рукой держать телефон, а второй непосредственно делать скетч, и приложение вам помогает делать скетч более красивым, пошаговым. И параллельно появляются какие-то вот еще там смыслы социальной полезности, полезности здоровья, мониторинга. Но вот как ты сам оцениваешь? То есть вот есть какое-то досуговое образовательное приложение. А вот, ну, окей, люди пришли там в пандемию, но это как бы долгосрочный эффект или это как бы короткая история? Ну, то есть вот сейчас времени больше, вот сейчас я должен своего отпрыска чем-то занять, и я его занял, например. Или все-таки это long-term тренд, или, может быть, есть какие-то альтернативные сценарии. То есть как ты к этому относишься как предприниматель? Это вот сиюминутная возможность или длинная? На данный момент это, как ты сказал, сиюминутная, наверное, интерес к чему-то новому. Чтобы говорить, что это останется с людьми надолго, я, наверное, не могу, потому что параллельно с тем, что они, пользователи, ищут не только приложение до полной виртуальной реальности, в общем, они ищут что-то интересное. Я уже сказал, что чтобы, наверное, главная составляющая, которая случилась, это заразилось семя у тех, кто до этого не сталкивался с иммерсивными технологиями. Теперь они узнали, вероятно, они не продолжат использовать их каждый день, но самое главное, они увидели, как это работает, и гораздо легче, наверное, зайдут в каждодневное использование. Гораздо легче воспримут это в ближайшем будущем, когда у нас решатся проблемы больших очков неудобных, когда у нас все, допустим, контент до полной реальности придет в очки, а не в телефоне. С уходом, наверное, этих всех проблем, которые у нас сейчас есть, которые мы решаем, это чисто эволюционный вопрос. Люди также будут более готовы, наверное, к тому, чтобы использовать это каждый день для развития своих навыков, да и просто в обычной жизни. Спасибо. Екатерина, можешь прокомментировать в части решений с дополненной реальностью? Известны ли у меня еще другие кейсы, где приложения ускорялись в росте, может быть? Или, может быть, у тебя есть какой-нибудь вопрос к Андрею еще? На самом деле, наверное, сложно. Сейчас сразу же не могу привести пример такого приложения, которое вдруг росло бы за пару месяцев на сотню пользователей. А что касается вопроса к Андрею, то это задача приложения, которая есть. Насколько я понимаю, это не только обучение рисованию как такового, и как в медицине это возможно, это сбор данных. Но это еще и развитие как таковых креативных способностей. И вот в связи с этим вопрос, каким образом вы выстраиваете систему удержания пользователя. Насколько мы видим по приложениям до полной реальности, чаще всего пользователь скачивает приложение, играется и мастирает. Например, в программах лояльности у ритейлеров они выстраивают систему на 2-3 месяца, где они удерживают человека покупками и взаимодействием с ним. Но в данном случае приложение рассчитано на годы. И как вы выстраиваете стратегию работы с потребителями? Это отличный вопрос, потому что, к сожалению, сейчас одной функции до полной реальности, либо виртуальной реальности недостаточно, чтобы удержать пользователя на годы вперед. Поэтому та идея, с которой начинался тот же скетчар, учить рисовать пошагово, она отодвинулась, наверное, расширилась на более широкое позиционирование о том, что мы развиваем креативность, где до полной реальности один из инструментов, один из инновационных инструментов для развития этой креативности. Поэтому я бы сейчас в ближайшие несколько лет не рассматривал, наверное, продукты до полной виртуальной реальности как самостоятельной такой технологии, которая драйвит весь продукт, а все-таки выстраивал бы целеполагание того, что хочется пользователя донести и с точки зрения технологии тоже. Но не только вокруг из-за того, что, не знаю, используете до полной виртуальной реальности, вы будете, не знаю, в космосе. Нет. Все-таки целеполагание как раз для пользователя очень важно. И, вероятно, для разработчиков до полной виртуальной реальности это больно. Сказать или признаться себе то, что да, моя технология не драйвер возврата пользователей в долгую, а одна из составляющих общего опыта в нашем случае креативности. Прям золотые слова, квинтэссенцию, которую можно выносить в итоги сессии. Андрей, спасибо большое. К нам прилетели вопросы, некоторые из тех, которые были заданы к тем, кто уже выступал, например, к Чарли. Чарли, вопрос от Надежды Куковякиной. Венчурный рынок VR. Как ковид повлиял на сделки в области AR-VR? Ну, вопрос классический. Есть ли какие-то точки роста идеи, которые можно продать инвестору? И вообще продается ли что-то инвестору на теме пандемии? Ну, я думаю, что фонд-райзинг имеет паспорт в VR и AR-маркете. Это не должно быть. Я думаю, что за первые несколько месяцев никто не понимал, что происходит, но сейчас мы живем в новой нормальности, и в том числе технологические компании, и VR, AR-технологии компании тоже сейчас чувствуют хорошо. что я хочу сказать по поводу AR, потому что, мне кажется, тут есть недопонимание. Есть два измерения в измененной реальности. Первое – это мобильный AR. Сначала использование камеры вашего телефона. Весь мир идет через камеру. Это база снэпчата, которая является очень успешной компанией. Это первая компания, которая использовала камеру. камера первая для компаний. Это определение AR. Они соединяют в себе и цифровое, и реальность. И поэтому все это хорошо живет в вашем телефоне, и это интегрируется в приложениях, в том числе в приложениях Google. И это очень здорово, что мы можем это использовать. И теперь есть компьютерное видение, встроенное в Google Maps, и это все соединяется с геолокацией. И теперь она знает не только, где вы находитесь, но в какое направление вы смотрите. И все это благодаря технологиям AR. Не то, чтобы это нам постоянно надо. Мы, конечно, не ходим и не говорим, что, ой, как мы рады, у Google есть такая возможность, но Google улучшается. И при этом люди не называют это дополненной реальностью. И они не должны так говорить. Эта технология для нас незаметна. Один из способов... Самое главное, что мы об этом говорим, как о чем-то особенном. А еще один вид измененной реальности – это очки. Apple это даже не запускал. Эти пока что приборы остаются экспериментальными. Их выпускают в небольших объемными. Но компании пытаются понять, есть ли рынок для этих приборов. Я был запускал в Корее, они должны были выйти в США этой осенью. То есть я говорю о приборах, которые можно надеть на голову. Это очки дополненной реальности в России, говорят так. Я извиняюсь. AR-глассы. Чарли, прошу прощения, что я перепил. Отчки дополненной реальности используются также в промышленности. И в медицине, и в производстве. Они используются в разных отраслях. И также есть сканеры. А все это становится очень популярным в промышленности. Но покупатели к этому еще не готовы. Потому что, например, Apple... Например, Apple еще понадобится несколько лет, чтобы выпустить очки. И, возможно, это будет, скорее всего, какая-то версия очков, которые я ношу сегодня. Но там будут использованы какие-то дополнительные технологии. И базовый искусственный интеллект. И благодаря встроенным сканам они будут знать, где я нахожусь, чем я занимаюсь. То есть, это не то, что они будут чувствительны к свету. Они будут подстраиваться к времени суток и к тому, чем я занимаюсь. Что-то похожее на то, что есть сейчас. Они будут подстраиваться в зависимости того, читаете ли в темноте. Или вы, может быть, ведете в темноте. И они будут понимать, вы ведете в городе или в деревне. Сценариев действительно много. Все-таки, если вот очень коротко, одним словом, какие три самые популярные инвестиционные идеи или направления усилились за счет пандемии? Как инвестиции в Spatial, например, недавние. Есть ряд направлений. Мир становится очень многогранным. Конечно, это средства массовой информации. Здесь развиваются особые технологии. Но самое главное, что нужно для средств массовой информации, это обеспечить хорошую коммуникацию. Поэтому есть разные приложения, которые способствуют развитию очков дополненных реальностей. И у меня здесь камера, и у вас есть камера. И благодаря этому, если у нас у обоих на нас обоих надеты очки дополненной реальности, то будет ощущение, что мы присутствуем рядом друг с другом. Поэтому есть огромные возможности в этом направлении. Zoom и Microsoft работают. И плюс, смотрите, как работает Zoom, например, и Microsoft Teams. Спасибо. Ну, то есть, коммуникационные инструменты, инструменты для журналистов, а в скором времени у вас еще будут лидары в каждом телефоне, и мы сможем строить карты глубины. Ну что же, мы движемся дальше. Мы уже упоминали о том, как живут разработчики. Я хотел бы дать небольшой комментарий и выступление Екатерине Филатовой. Кать, подскажи, вот как такой глаз, глаз рынка, как и глаз, и голос. Куда вообще мигрирует разработчик? Как он себя чувствует? Разработчик виртуальной дополненной реальности. Что у него поменялось в его жизни? Может быть, пандемия какие-то аспекты высветила? Как ты, как ассоциация, ассоциация, как ты это видишь? Ну, вообще, я, наверное, начну условно за упокой, так как раньше мы всегда говорили о том, что индустрия влияет, или индустрия получает какой-то невероятный рывок, когда выходят новые технологические решения, у всех такие большие ожидания, и пробы, и эксперименты. То в этом году из-за локдауна, по сути, индустрия немножко опустилась, и весна практически была полным затишьем. У компании отменились большое количество проектов, так как, наверное, половина доходов компании это все равно связано с ивент-индустрией, проекты по визуализации на стендах, по вовлечению людей, пользователей на мероприятиях, то эта часть перестала приносить доход. Компании, по сути, потеряли существенную долю своей выручки. И вернулось, наверное, это только к концу августа, такой массовый запрос на VR и AR-решения. И, наверное, стоит отметить, что за весеннее время у компаний, у заказчиков стали приостанавливаться пилоты, так как это стали вопросы финансирования, и после пилотов тоже потихонечку стали приостанавливаться внедрения проектов. В музейной сфере и в городских пространствах многие проекты отложили интерактивные технологии, пока внедряют это без них. Условно, парк, который предполагал большую иммерсивную экспозицию, остается просто парком с небольшой выставочной зоной и красивыми клумбами. Но после возвращения запросов компании с лета активно стали участвовать в тендерах, и для того, чтобы, по сути, выжить, предлагали наименьшую стоимость за свои услуги. Это сильно сказалось, я думаю, что в дальнейшем скажется на том, каким уверенно будет чувствовать себя рынок, и какие специалисты будут в компаниях, которые занимаются виртуальной дополненной реальностью, потому что за весну и лето произошла достаточно большая миграция сильных специалистов. Кто-то в игровую индустрию ушел, кто-то ушел в разработки, например, искусственного интеллекта, больше с акцентом там, где идет большее финансирование. Но, с другой стороны, от данной ситуации появилось большое понимание того, где технология реально может помочь. И это ощущение возникло не только у тех, кто этим занимается и, по сути, трогает руками, но появился такой запрос общества, когда только-только стали закрываться школы, прекращаться ивенты. Первое, с кого спросили, по сути, это с VR-индустрии сказали, и что, где вы? Где ваше погружение первому игроку приготовится? Где ваш хваленый VR? Вот нам конференцию провести надо. Да, да. И VR, собственно, стал отвечать на потребности. Конечно, запрос, по сути, очень завышенный. Все ожидают вот той самой картинки, как у Александра первому игроку приготовится. Но возможности технологии все-таки пока не позволяют таким образом погружать человека. А если и позволяют, то это большое требование к пользователю, к устройствам, к оборудованию, к количеству места на его компьютере и качеству, собственно, VR-шлемов. И это есть мало у кого, думаю, не только в России, но и в мире. Но при этом у пользователей, широкого пользователя появилось понимание того, что это погружение, что это возможность путешествия, что это возможность нового формата коммуникаций. Появились настоящие мероприятия виртуальной реальности. Например, если полгода назад, наверное, чуть больше, чем полгода назад, Altspace VR считался таким местом подростков, которые пробуют играться в виртуальном пространстве и общаются там, то уже летом проходил финал Каннского кинофестиваля. В этом пространстве, где наш русский художник Денис Семенов создавал настоящее большое интерактивное пространство, в котором люди путешествовали и могли там взаимодействовать. Для более, наверное, такого упрощенного формата сейчас активно идет игровая индустрия в использовании игровых движков, в создании контента. Ярким, наверное, примером можно выделить Сберконф, который буквально неделю назад прошел, где, по сути, применялись инструменты киноиндустрии в создании конференций, где здесь и сейчас с использованием движка на Real Engine, виртуальной до полной реальности, показывался контент на широкую аудиторию. И игровые платформы стали основой для создания более простых форматов мероприятий, когда мы можем участвовать интерактивно с экрана телефона или ноутбука, или компьютера, где контент может создаваться уже не только игровой компанией как таковой, но и различными студиями разработки, которые создают, креативят либо путешествия по космическому пространству и туда встраивают тематические обсуждения, экспертные сессии, выставки, либо, например, какое-нибудь интерактивное шоу, в том числе даже с использованием Zoom, но вовлечением пользователя. И все больше пользователь начинает вовлекаться в такую интерактивную среду и понимать, зачем ему, например, виртуальная реальность. С другой стороны, для бизнеса те кейсы, которые всегда доказывались в эффективности, например, удаленный помощник на промышленных предприятиях, считался полезным, так как это экономило финансы на командировках сотрудников и на количество часов, которые оплачивались у эксперта. Условно, при командировке нужно было оплачивать количество часов, равное всему времени командировки, а при использовании удаленного помощника только время фактической консультации. При закрытии границ оказалось, что использование удаленного помощника, по сути, позволяет не остановить производство компании в случае, если происходит поломка оборудования, либо, как у нас, у промышленных предприятий, это оборудование не доставили. Ты забираешь хлеб у других спикеров, не дизализируй так сильно. Простите, пожалуйста. Вот, и, ну, наверное, в завершении… Смотри, да, давай, завершение, и вопрос из чата у нас. Хорошо, и в завершение, наверное, хотелось бы обратить внимание на сферу образования, которая также сформулировала запрос на интерактивные технологии. И понимание того, что удаленное взаимодействие учителя и ученика требует новых форматов коммуникаций, и тот интерактив, который учитель мог показывать в школе фактически, теперь переходит в формат digital. Спасибо. Очень короткий вопрос, и прошу короткий ответ на него. Есть ли какие-то исследования о воздействии AR-VR на пользователей, и того, как они формируют сознание, модели поединения человека, как поменяется наше восприятие информации с популяризацией AR-VR? Ну вот, сталкивалась ты с исследованиями, или где потенциально их можно было бы посмотреть, на твой взгляд? О воздействии AR-VR. Ну, на самом деле, исследования, ну, мне кажется, что от международных институтов достаточно много исследований по воздействию виртуальной дополненной реальности, но вот так, чтобы назвать какое-то конкретное, я пока, наверное, не могу. Стоит, наверное, отметить, что сейчас, вот в течение учебного года, при счастливом стечении обстоятельств, если школу не закроют, то Центр Компетенции НТИ проводит большую программу апробации образовательного контента в школах. Можно посмотреть в ту сторону. Спасибо большое. И что же, мы идем дальше. Вот тут было пару слов про удаленного помощника, про проблемы, выгоды и вот все остальное. А как вот корпорации и вот те части корпорации, которые занимаются передовыми вещами, потому что AR-VR зачастую является такой передовой технологией, живут в пандемию, как они поменяли свое или не поменяли свое поведение в этих новых условиях, нам, надеюсь, что расскажет Владимир Стишкин. Владимир, вам слово. Да, Алексей, спасибо. Коллеги, друзья, всем привет. Да, вы все правильно сказали, что один из самых ярких драйверов развития был удаленный помощник, Remote Assistance, так называемый, да, мне нравится его определение на человеческом языке, это некий Team Viewer для человека, и он действительно пандемию показал себе ярче всего, в первую очередь со стороны экономики, что действительно Екатерина правильно сказала, что это снижаются довольно большие затраты на командировку поставщиков оборудования, которые проводят шеф-монтажные работы и пусконалаточные работы на объектах капитального строительства, и мы можем закрывать их командировки с помощью решения, в котором имеется дополненная реальность. Давайте мы будем называть, наверное, вещи своими именами, что мы используем некий Remote Assistance, в котором есть функционал дополненной реальности. В основном все-таки это текущий момент, некий видеоколл с дополнительными функциями. Но если возвращаться к тематике выступления, да, мы же все-таки идем здесь по нашим тезисам, про почему, например, не было взрывного роста, да, IR-VR, вот я могу сказать за промышленность, и, ну, в целом изначально, наверное, были высокие ожидания, да, непонятно, почему должен был бы этот взрывной рост произойти. Но одна из причин, что когда мы выключаем людей из процессов, да, на промышленности, то тогда IR-VR тоже у нас зачастую уходит, потому что у нас связано все, например, с обучением, да, промышленной безопасностью, которой тоже необходимо там присутствие людей в VR-классе. Ну, то есть если роботы заменяют человека, то IR-VR не нужен, понятное дело, да? Конечно, но здесь тонкая грань, что до тех пор, пока роботы будут внедряться в процессы, да, и заменять их людей, то возможно, например, проводить симуляции роботов с использованием виртуальной реальности, да, вот у нас есть такие проекты. Соответственно, контролировать работу этих роботов до момента полной автоматизации с помощью дополненной реальности, но это все задело на ближайшую пятилетку, которую мы тоже смотрим. Соответственно, довольно большая проблема в том, что VR сейчас распространен в первую очередь как стационарный и довольно слабое развитие VR-мобильного, который мог бы очень сильно, например, помочь сотрудникам больших компаний работать из дома, но есть большие проблемы в первую очередь с оборудованием, с программной и аппаратной частью, программной частью, которая просто не выдает необходимый функционал, который превосходил бы классический, да, тот, с которым люди работают на компьютерах. Соответственно, есть большие проблемы с инфраструктурой для переноса на классических рабочих мест, на удаленные с помощью виртуальной дополненной реальности. Тоже большая проблема, начиная от просто канала связи, который есть у людей дома, заканчивая способами передачи этого контента и взаимодействия его в виртуальной реальности. Владимир, я даже тебя прервал. На что бы ты сделал ставку как корпорация в ближайшей перспективе в тематике VR? Ну, смотри, я думаю, что будет развиваться обучение, да, подготовка пользователей, подготовка сотрудников с помощью виртуальной реальности. Этого никуда не уйти, потому что здесь мы увидим действительно яркий эффект, как экономический, да, так и качественное влияние на обучение. Но и системы дополненной реальности тоже сейчас себя показывают на текущем этапе, и в долгосрочную перспективу тоже я вижу огромное развитие. И лично мой взгляд, да, на развитие, например, дополненной реальности – это создание некого автоматизированного рабочего места на носимом устройстве на голове человека, который обладает функционалом поддержки пользователя, рабочего места пользователя. То есть мы из ноутбука переносим часть функционала на устройство пользователя, да, это информационная там поддержка взаимодействия некая. И, соответственно, при наличии определенной инфраструктуры связи, это действительно, на мой взгляд, сможет показать себя лучше, чем классические системы, которые сейчас используют. И рабочее место человека или сотрудника будущего в очках или в каске, да, то есть там есть все. И доступ к документам, и образование, и помощник, и удаленный ассистент – все вместе. Все верно, да. От навигации на сложных местах, где требуется, например, на складе, да, навигация по складу, до распознавания, например, сложных, до помощи в распознавании сложных данных, например, там, при приемке трубной продукции, например, при анализе неких там сложных визуальных паттернов, да, вот такие устройства при помощи компьютерного зрения, при помощи, возможно, там, 5G, и они действительно смогут поддерживать и помогать людям в их работе. Владимир, спасибо большое. Я призываю все стартапы, которые видят нас, и которые хотят что-то пропилотировать с «Газпромнефть», обратиться к Владимиру. Вот, это правильная точка входа. И мы движемся дальше. Немножечко гоню, потому что наше время потихонечку заканчивается. Саша, Саша Лукичев, я знаю, что ты причастен к некоторым проектам, которые не делают такую вот большую ставку, как говорит Владимир, на индустриальные кейсы, хотя такую ставку пробовали делать. Что ты можешь вот рассказать про то, куда могли бы разворачиваться компании во время пандемии? Ну, смотри, да, всем приветствую еще раз. Я бы, наверное, назвал бы это не каким-то альтернативным прям путем, по которому надо срочно бежать. Я бы больше отметил, что ряд компаний, которые раньше фокусировались на промышленности, ряд компаний, которые фокусировались на каких-то кейсах, обучающих контенте для повышения квалификации персонала, как они отреагировали на ситуацию с пандемией. Вот любой кейс, который прозвучал и был успешен, например, до пандемии, возьмем, например, кейс Walmart, да, при закупке большого количества шлемов VR и обучение линейного персонала, повышение качества их работы. Кейс успешно зашел, в умах многих компаний он отложился, то, что это хорошее направление, в нем нужно работать, можно предлагать свои сервисы. Как отреагировали ряд компаний в период пандемии? Контент для быстрого возвращения в профессию младшего медицинского персонала в американских клиниках. Проблема. Специалисты заняты. Некому быть наставником, некому помогать к возвращению. VR в данном случае стал некоторым драйвером, который возвращал вот те самые навыки, которые уже были когда-то получены. И по той информации, которая была официально опубликована, даже в момент пандемии, даже вот в момент такой вот депрессии персонала, процент, скорость возвращения в профессию, так называемая, да, сократилась почти в двое с использованием контента. Если брать, например, решения промышленности, да, которые используются, я думаю, и там на «Газпромнефти» сейчас, и «Сибуром», это так называемые гарнитуры дополненной реальности. Я их не совсем буду называть, наверное, очками, потому что это такой более комплексный. Тот же «Remote Assistance» был внедрен, например, компанией «Ланит Интеграция», которая обеспечивала московские ковид-центры комплексной системой удаленного помощника, системой подсказок для оперирования аппаратами ИВЛ. И, собственно, основной тезис и основной ценность использования данной технологии был в том, что мы после заражения приценка, главного врача, коммунарки, важность, чтобы высококвалифицированный медицинский персонал оставался здоровым, оставался в безопасности, стал очень важным. И в данном случае «Remote Assistance», который использовался в промышленности, системы подсказок дополненной реальности, обрели новый смысл при работе. Освободили руки врачам, да? Да, освободили руки высококвалифицированным специалистам, позволили им управлять как раз руками, да, вот тот самый TeamViewer, о котором говорил Владимир, руками более низкоквалифицированных медицинских работников, которые могли выполнять очень сложные действия, где требовался высококвалифицированный специалист. Я также слышу от компаний, которые занимаются location-based VR, то, что их контентные подразделения, те компании, которые имеют контентные подразделения, они уже смотрят и в сторону образования, они смотрят в сторону поставки контента как раз вот в ключевые отрасли, которые сейчас испытывают тот самый дефицит, о котором мы говорили ранее. Дефицит касается не только образования, он касается многих отраслей, гемификации и прочих. В данном случае здесь, наверное, это такая правильная реакция, где тезис VR и ER – это инструмент, который при правильном использовании приносит достаточно серьезный бенефит. Саша, спасибо большое. И теперь, как раз слово инструмент прозвучало, за инструмент у нас отдувается сегодня Виталий Степанов как один из инструментов быстрой разработки сценариев виртуальной реальности, да не только в VR. Виталий, к тебе вопрос. А вот как вы пережили и переживаете пандемию, как разработчик системы Warwin, что у вас поменялось? Как инструменты мигрируют? То есть про LBE мы услышали. LBE бросили развлекаться и пошли учить людей. А инструменты? Шикарный опыт был в этой всей пандемии. Давно уже отметил для себя, что все коллеги, кто занимается VR, они с ними приятно работать, потому что гибкость ума здесь зашкаливает, и, наверное, они всегда готовы к подобным вызовам. Коллеги уже говорили, что первая реакция это была пересмотр всех гипотез. И да, был этот шквал весной, когда все индустрии, которые пострадали именно от ухода в онлайн, музеи, кинотеатры, выставки, они все бросились как раз за VR, как Катя сказала. Ну где ваш VR? Это же так было очевидно. И дальше разбор всех технических заданий показал, что это не такая простая задача, и не так быстро она поднимается. Да, она возможна. Но получилось, что с запросами пришли те, кто пострадал. То есть пришли люди без денег, скажем так. Без денег из офлайн-бизнеса, да, кинотеатра? Да, да, да. И для них VR это был подорожник или серебряная пуля, которая решает все проблемы. Вот, поэтому это дальше идет в обсуждениях, но понятно, что это не так подъемно. Но это был такой всплеск, который заставил команду перейти из одного флоу в другую целевую аудиторию с ней работать. И здесь не было наработок, у нас не было готовых возможностей, поэтому немножко так оттянуло ресурсы. И как раз такие товарищи, как Газпром нефть, ну крупные энтерпрайзы, которые были в пакете. Да, мы поймали вот этот холод проектов, и помимо того, что, как Владимир обрисовал их ресурсы, заморозились, мы еще увидели, что бюджеты просто остановились. И компании перестали расходовать на инновации так активно и так интересно, как это было еще полгода назад. Вот, и поэтому пришлось генерировать новые гипотезы, искать какие-то точки входа. И education, да, был таким открытием для нас приятным, потому что мы получили запрос с учреждений, с вузов, школ, что мы хотим пробовать VR, дайте нам контента и как эту задачу решить. У нас был интересный эксперимент с коллегами из ДВФУ, вот, мы провели хакатон для школьников и дали им возможность пособирать проекты, в итоге за месяц мы обучили. Какой самый удивительный проект был в хакатоне? Слушай, там три финалиста, которые выиграли, за четвертого мы бились в команде, поссорились, то, что давайте сделаем все-таки два третьих места. Не знаю, столовая в VR, какие могут быть проекты у школи? Финалисты были ребята, которые собрали, по-моему, пять предметов, то есть они физкультуру, географию, собрали физику, это было интересно, да, это ребята за две недели VR-приложение сделали. Был проект, который нас удивил, там школьники создали квест в морге на определение причины смерти, но здесь такие, знаешь, были открытия, что вот школьники, это наша аудитория, но мы даже, оказывается, не понимали, что они сделают. Да сколько это может быть круто? Виталий, спасибо, то есть краткое заключение, что вы вышли в, то есть ставив изначально какие-то ожидания за пандемию на оффлайн бизнесы, да, осознав, что там мало денег или нет денег вообще и слишком сложные кейсы, осознав, что пилоты многие стали в холд, в фриз, вы вышли в то, что e-learning, да, растущее направление. Да, да, это, ну, e-learning сейчас как бы мейнстрим такой, и просто надо было и им дать эту технологию. Супер, супер. Я сейчас прошу организаторов, есть ли у нас еще время на вопросы-ответы? Минут пять. Времени нет. И тогда я призываю всех, кто задавал вопросы, которые не прозвучали, написать в личный кабинет на открытых инновациях участникам. Также призываю установить приложение SketchR, найти Чарли Финка и все его публикации, это очень интересно, особенно Forbes, прийти когда-нибудь в лабораторию к Владимиру. Заправиться на заправке Газпром нефть АЗС. Да, заправиться на заправке. Так, спросить консультацию у Александра, вступить в ассоциацию до полной виртуальной реальности и попробовать инструмент Warwin, стать резидентом Сколково, да, одновременно, если вы стартапер, и зайти в VR-капсулу в технопарке PortalTech, если вы сегодня на площадке или если вы будете в технопарке, зайти в этот шоурум, попробовать на себе непосредственно виртуальную реальность, быть на острие. Спасибо, что вы были с нами. Это время. Надеюсь, было круто. Пишите. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон» Бурное развитие интернета вещей и искусственного интеллекта породило колоссальный объем генерируемых данных, использование которых привело к появлению принципиально новых продуктов и сервисов и кардинально изменило структуру всей мировой промышленности. Концепция Connected Industries предусматривает полный производственный редизайн. Для ее реализации государство и частный бизнес соединяют свои усилия и взаимодействуют со всем международным сообществом. Продолжение следует. 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 Занимайтесь делом жизни, а остальное доверьте профессионалам. С сервисом Hyundai Mobility вы получаете новый автомобиль на год, а техническое обслуживание и страхование берет на себя компания. Hyundai Mobility – сервис подписки на автомобиль. Скачайте приложение. Инвестиционная конференция «Промышленные перспективы Москвы». Вы готовы изменить мир? Конференция – это площадка обмена мнениями, поиска трендов, встречи с единомышленниками, партнерами и лучшими отраслевыми экспертами в России. Условием успеха стали инновации, международное сотрудничество, участие в государственных программах поддержки. Мы делимся своими знаниями, достижениями, ищем возможности для сотрудничества со всеми регионами России, развиваем международные научно-технические и инвестиционные проекты, огромный бизнес-потенциал Московского региона, инфраструктура бизнеса и инноваций, научные и кадровые ресурсы должны служить нам и всей России. Инвестиционная конференция «Промышленные перспективы Москвы». Вы готовы изменить мир? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok